Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. В ближайший час «Не слово о политике». Говорить сегодня будем о благотворительности, о моде, о социальных проектах. И в гостях у нас сегодня Елизавета Конакова, менеджер проектов платформы «Мой город» и Ольга Сейфер, дизайнер бренда «Сейфер». Добрый вечер, девушка. Здравствуйте. Главный наш информационный повод – это событие, которое вы инициировали. 8 июля пройдет такая благотворительная акция, где и пассаж направленная на сбор средств для первой городской больницы. Все верно? Да. Давайте об этом поподробнее. Что именно, какая главная цель покупка оборудования, но какого оборудования и почему, собственно, вы решили помогать первой городской больнице? Ты и я. Давай ты. Почему именно первой городской больницы? Ну, наверное, потому что мы познакомились с человеком, который… Это Катя, не знаю, не помню. Катя Железова. Катя Железова, она является директором этих всех мероприятий. Вот, она провела нам экскурсию в этой больнице. На самом деле, все очень печально там. Не хватает ни средств на оборудование, операции не могут проводить нормально, потому что там недостаточно какого-то… Вот, и мы решили, задались целью помочь этой больнице для того, чтобы, ну, хоть как-то внести лепту в социальную жизнь людей, помочь им. Какое именно оборудование планируется? На данный момент наша акция… У нас есть цель собрать средства на отсос крови во время операции. Это… Если мы продадим 15 футболок, то мы сможем купить это оборудование. А если мы продадим 40 футболок, это будет 60 тысяч гривен, сможем купить, как называется, кардиограф. Кардиограф, да. Вот. То есть вы, как я понимаю, вы советовались с медперсоналом, да, какие самые необходимые вещи нужны уже сейчас? Да, у них вообще большой спектр нужных задач, которые нужно сделать, и очень большой список того, что им нужно на самом деле. Мы выбрали самые главные инструменты для их… Ну, главных нужд, понятно. А как будет проходить сама эта акция? Я знаю, что некий перформанс вы подготовили, где будут участвовать и одесские художники. Вот как это будет проходить? Что это за перформанс? Ну, всё детально мы не будем сегодня озвучивать, но 8 июля в 9 часов вечера начнётся мероприятие. Это будет перформанс. Мы пригласили художников из платформы «Можно» называть. Я знаю, что это Роман Громов, в частности, Дмитрий Эрлих. Да, да, Дмитрий Эрлих. Вот. Они будут представлять своё мастерство на моделях, которые будут одеты в нашу одежду. Вот. То есть всё детально можно будет посмотреть 8 июля в 9 часов в галерее «Пассаж». Это акция совместная бренда «Сейфер» и платформы «Мой город». Как произошло ваше сотрудничество, знакомство? Как вы объединили свои усилия? Собственно, «Мой город» помогает этому проекту скорее информационно. То есть ребята всё сделали сами, пришли к нам уже с готовым проектом. И вообще это нас немножечко даже поразило и удивило, потому что сейчас это редкость, когда бизнес хочет что-то сделать хорошее для города. Социально активно. Да, да, да. То есть это прекрасный показатель социальной ответственности. И мы очень хотим показать народу, что так можно делать и что так нужно делать. Это очень важно. Что необязательно быть, возможно, чиновником, чтобы решать какие-то такие задачи. Вот. Ещё хотела добавить насчёт «Почему больница?» У нас эта тема вообще не модная, не актуальная. На больницу никто денег давать не хочет. То есть люди думают о том, что город должен заниматься этим. Это, в принципе, правильно. Мы можем сидеть и ждать, пока, собственно, город начнёт это делать, а можем уже постепенно сами что-то менять. У нас на платформе Катя Железова уже выкладывала свой проект. Проект был на 20 тысяч гривен. Проект вообще никак не шёл. Люди не хотели давать денег, поэтому было снижено до 6 тысяч. То есть настолько эта тема непопулярна. И мне кажется, что привлечение через продажу, возможно, это лучше. То есть в данной ситуации человек не просто отдаёт деньги, он приобретает некую вещь, которая будет ему служить, и таким образом вот этот механизм работает активнее и эффективнее. То есть каждый человек вносит минимальную сумму, и в итоге собирается какая-то весомая сумма денег, которая сможет в дальнейшем помочь людям. Какая минимальная сумма необходима? Минимальная сумма – это 6 тысяч гривен. 6 тысяч. То есть нам нужно продать 15 футболов для того, чтобы заработать эти деньги и отправить их на... Ольга, а как у вас возникла, собственно, потребность заниматься подобными проектами? Всё-таки обычно дизайнеры занимаются пошивом одежды, разрабатывают... Да, мы как раз этим и занимаемся, но мы всячески хотим привлечь людей всё-таки действительно к социальной ответственности, потому что это немаловажно. Я не раз сталкивалась с больницами нашей страны, так скажем. То есть у меня есть ребёнок, с которым я посещаю периодически поликлиники, больницы, и я с каждым разом ужасаюсь, что там происходит. Это очень печально и... Ну, когда нет необходимых даже вещей, да? Да, то есть даже, в принципе, залы, в которых мы находимся при ожидании приёма у врача, они не устроены к этому. Не добавляют оптимизму, это точно. Вот, поэтому мы хотим какими-то очень маленькими шажками, по чуть-чуть. Это наше первое участие в такой акции благотворительной. Но в дальнейшем мы хотим сотрудничать, хотим проявлять себя именно в этой области, потому что это важно. Хотим показывать пример другим брендам. В принципе, для нас это не составляет никакого там огромного труда. То есть мы, в принципе, создаём одежду точно так же, как и обычно, но часть денег мы выделяем на средства, в которых нуждаются люди. И это правильно, и нам приятно. Ну, а есть всё-таки в среде ваших коллег единомышленники, которые подключаются, которые как-то положительно отреагировали на вашу инициативу? Да, все приходят, говорят, вау, круто, супер, вы молодцы. Ну, я не знаю, в реальности пока ещё на практике не видела таких случаев, но я думаю, что люди задумываются и будут нам подражать. Как вы думаете, мода на сегодняшний день является неким действительно рычагом влияния на социальные процессы? Сейчас очень модны футболки с различными надписями, которые тоже, возможно, как-то влияют. Это могут быть какие-то и политические высказывания, какие-то социальные направленности высказываний. И сейчас это действительно такой тренд, как говорится. Да, это сейчас очень актуально. А почему так? Почему действительно через моду, возможно, проще, легче донести какие-то идеи правильные, важные? Мода — это вообще то, с чем мы сталкиваемся, в принципе, каждый день. Каждая девушка хочет быть особенной, каждая девушка хочет быть индивидуальной, красиво выглядеть и быть перед кем-то там на высоте, например. И как-то хочет выделяться. Это сейчас, в принципе, не только в одежде, во всем люди хотят выделяться. Вот, и поэтому то, что мы создаем, у нас концептуальная одежда, то есть необычный стиль, это стиль урбан, стиль кэжуал. Вот, мы всячески пытаемся подчеркнуть в человеке индивидуальность, его личность, чтобы он выделялся. Показал свой характер, например, и как-то выделился на фоне общественности. Вот, и я считаю, что да, действительно, мода — это очень такой сильный рычаг, и мы действительно можем своими силами донести до людей, что нужно всё-таки помогать, нужно быть активными. Намечен у вас уже, может быть, некий список, да, акций благотворительных, или какой-то круг проблем обозначен, которые вы будете решать в дальнейшем? Да, мы вообще долго думали над тем, какую именно проблему затронуть. Мы решили сейчас проявить себя вот помощью первой городской больницы, но также есть очень такая щепетильная тема — это дети, приюты. Вот, мы думаем, что тоже затронем эту тему, вот, чуть-чуть попозже, но будем себя опять же проявлять. Елизавета, к вам вопрос. Хочется побольше узнать о платформе «Мой город». Я знаю, что организации около двух лет, и больше 30 проектов, если я не ошибаюсь, уже было реализовано. Вот каким образом работает этот механизм, и как, в принципе, ваша команда образовалась? Начнем с истории. Наша команда образовалась 5-6 августа 2015 года. Это был, так сказать, первый старт «Мой город». И сначала это выглядело просто как страница, на которой люди могли написать свои пожелания, чтобы они хотели изменить в городе. Затем платформа пересмотрела немножечко свой взгляд, уже увидели, что… То есть это людям интересно, они хотят что-то менять, они хотят увидеть какие-то изменения в городе. И платформа начала сама реализовывать некоторые проекты. То есть есть команда, и команда сама реализовывает проект. Мы отказались сейчас от этой системы. Сейчас платформа «Мой город» — это инструмент, и мы помогаем авторам реализовывать их проекты. Что это значит? Расскажу на простом примере, чтобы всем было понятно. Если вы знаете, как сделать в Одессе что-то хорошо, может быть лучше, комфортнее, удобнее, красивее, причем этот проект не на миллион гривен, а то есть бюджет достаточно разумный, скажем так, то вы можете прийти к нам на платформу, подать проект и, собственно, с помощью народа собрать деньги на свой проект. Это краудфандинговая платформа, где деньги собираются всем миром, что называется. Чем хороша наша платформа для проектов? Авторы могут проверить жизнеспособность своей идеи у нас на платформе, то есть посмотреть, ага, значит, людям это нравится, значит, я буду дальше работать в этом направлении. Я так понимаю, что участники, которые подают свои заявки, это обычные горожане, это люди, которые, возможно, занимаются какой-то абсолютно… Это те, у кого накипело. Накипело, действительно, наболело, да, то есть человек сталкивается ежедневно, допустим, с какой-то проблемой, будь то, опять-таки, сфера медицинского обслуживания или что-либо другое, и у него созревает идея, как это можно улучшить, оптимизировать. Еще такая маленькая ремарочка, мне кажется, что каждый третий автор нашей платформы был за границей, видел, как все там и хочет у нас что-то сделать наподобие того, как там. Ну, а какими проектами вот за эти два года вы можете гордиться больше всего? Ну, у моего города есть уже отдельные такие зрелые проекты, это проект GladPet, это проект адопции животных, то есть пристройства животных, это уже вот он прям отдельный, самостоятельное плавание у него. Проект Одесса Пап, это СМИ про тоже социальные проекты, то есть про какие-то хорошие инициативы, потому что приятно читать, тоже просто это хорошее. И это, естественно, ресторан 4City, который находится на канатной 27-1, это тоже была инициатива «Мой город». Сколько времени ориентировочно проходит от подачи заявки до реализации вот конечной идеи? Это все зависит от автора, то есть как автор себя презентует, как автор продвигает свой проект, то есть… Что делает команда, которая постоянно, вот, собственно, команда «Мой город», разрабатывает стратегию, как воплощать эту идею? То есть если человек, у него есть идея, но он не знает, как не поступиться, мы, естественно, направляем, мы рассказываем, как, что делать, тоже учимся, потому что, ну, какого-то определенного алгоритма не существует. Каждый раз к каждому проекту нужен свой подход. Вот. Просчитываем риски обязательно, потому что у нас была, наверное, вы знаете, печальная история про боксы для собак, которая не реализовалась, ну, в смысле, их поставили, но за ним никто не следит. Вот это тоже надо все просчитывать. Мы не скрываем свои провалы, мы на них учимся и хотим, ну, помогать авторам не наступить вот на те же грабли, по которым прошлись уже мы. Ну, а какой круг проблем наиболее актуальный, на ваш взгляд? Вот какие заявки наиболее часто повторяются, возможно? На что люди обращают внимание, что хотелось бы в первую очередь в «Мой радио лучше»? Сейчас самая популярная проблема — это сортировка мусора. Это, мне кажется, самый частый запрос. Все об этом говорят, все хотят этим заниматься. Вот это самое актуальное. Требуют ли подобного рода проекты согласования с городскими властями? Да, конечно. Если вы хотите что-то где-то установить, то нужно разрешение. А как вот чиновники относятся к вашим инициативам? Они приветствуют, пытаются помочь? Не знаю. Вы не сталкивались лично. Не натыкалась она, да. Как вы думаете, вот в принципе говорят, что сегодня страна держится, грубо говоря, на волонтёрском движении преимущественно, да? Потому что сами люди стали гораздо более активными, предлагают какие-то проекты, реализовывают их. Вот по вашим ощущениям это действительно так? И сегодня люди стали действительно активнее, не безразличнее? Да, скорее да, потому что, ну вот ситуация, которая сейчас в стране, такое непонимание какое-то, вернее, непонятное положение, да, вот как-то всё-таки более люди стали сплочённее, ну вообще общаются, делятся друг с другом, и как-то действительно хотят помочь друг другу в чём-то, в реализации каких-то целей, задумок. И это очень хорошо. Для Елизаветы что скажете? Да, я наблюдаю, что очень много стало активных граждан, но всё равно этой активной массы ещё недостаточна для абсолютных перемен. То есть всё равно мы ещё натыкаемся на стену скептицизма, на стену у вас ничего не получится, оставьте это всё в покое, давайте ждать, пока всё изменится. Не надо ждать, надо делать. Но всё-таки, если действительно говорить вот о первоочередных проблемах, вот поступают заявки, как вы их сортируете, возможно, это есть, это реальное, это, возможно, попозже будет реализовано? Конечно, у нас есть список критерий. Во-первых, проект... Расскажите об этих критериях. Спасибо. Во-первых, проект абсолютно должен быть аполитичен. То есть в политике мы не касаемся вообще никак. Проект не должен быть направлен на закрытую группу людей, то есть это не адресный проект, это проект для города. Ну или что-то, что сделает жизнь действительно лучше. Обязательно это должен быть проект, ну скажем так, не знаю, слово адекватный не очень, наверное, сюда хорошо поставить. Ну то есть бюджет должен быть разумный, то есть надо понимать, на что реально можно собрать деньги, а что требует очень большой работы. Например, если вы захотите построить надземное метро в Одессе, то на это уйдёт очень много работы, над краудфандингом вы это не соберёте, на это не соберёте деньги. Тут надо уже идти в город. Это как пример. А какие проекты сейчас находятся у вас в работе? У нас сейчас, в работе вы имеете в виду в реализации или в реализации у нас сейчас, вот кстати, у Кати Железовой наконец-то закончился сбор на оборудование для больницы. Сегодня вот уже привезли оборудование, так что скоро у нас на сайте будет материал про это. У нас сейчас в реализации ещё проект Дмитрия Жукова, эко-пепельницы. Это одноразовые пепельницы на пляжах Одессы. А работает ваша платформа со сферы искусства? Я знаю, что зачастую же деньги на съёмку фильмов, на реализацию каких-то культурных проектов тоже собираются посредством краудфандинга. Или же это лежит вне сферы ваших интересов? Мы работаем с организацией Музеем InfoChange. Они у нас собирали деньги на новые билеты для музея. И сейчас у них открыт сбор на биеннале, который состоит с этим летом. Ольга, возвращаясь к вашему непосредственно проекту, есть какие-то сроки, когда должен быть реализован этот проект? Вот какая-то конечная дата, дедлайн, когда эти деньги уже необходимы просто? Или вы можете позволить себе постепенно? На самом деле, да, мы выделили сроки. То есть мы проводим это мероприятие в течение трёх недель. Вот 8 июля это будет три недели, как мы проводим эту акцию. Мы максимально делаем рекламу сейчас, для того, чтобы максимум людей узнали об этом. И я думаю, что после проведения перформанса мы продлим ещё эту акцию где-то примерно на неделю. Потому что я думаю, что после этой акции, после перформанса, люди захотят всё-таки поучаствовать в ней, заказать себе какую-то футболку. Либо футболку, либо платье это будет, чтобы как-то посодействовать. А вся продукция вашего бренда участвует? Или выделена определённая какая-то линия? Нет, это капсульная коллекция, которая создана в рамках бренда. Мы сделаем футболки. Это два варианта футболок. Плюс ещё это может быть платье, примерно такой же конструкции, как футболка. И у нас присутствуют два цвета. Ткани мы подбирали, специальные ткани. То есть это натуральный хлопок, либо Лиосел. Если человек придёт и скажет, что он готов выделить определённую сумму, но хочет какого-то эксклюзивного пошива от вас, это возможно? Или же вы предлагаете исключительно уже готовую продукцию, которая имеется в наличии у вас? Для этой акции представлены только вот такие футболки, только с таким логотипом. Вот, например, я в этой футболке сейчас. На ней есть кармашек, на котором расположен логотип акции. Для акции мы используем только этот товар. То есть человек может купить... Это может быть просто футболка, которая сделана под заказ, под размер клиента. Это мы можем сделать. Но продукцию, которую мы продаём в магазине, в принципе, мы тоже можем сделать под заказ, под нужный размер. То есть возможный вариант. Да. Вы готовы к диалогу. Елизавета, а какой самый дорогостоящий проект на данный момент реализован платформой «Мэмгород»? Если меня не изменяет память, это как раз-таки сбор на проект «Гладпэт». Это было около 50 тысяч гривен. Вообще за два года существования проекта мы собрали 320 тысяч гривен на все проекты. Это много или мало? Вот если сравнивать наверняка... То есть одесситы всё-таки с деньгами расстаются не очень охотно? Даже ради благих целей? Да. Ну, возможно, не так это распиарено. Ещё не все знают о том, что так можно. А какие каналы вы используете как раз для того, чтобы и заявить о себе, и как-то популяризировать свою идею? Это в социальной сети, я так понимаю, в первую очередь? Да, у нас есть страничка на Фейсбуке. Кстати, там 13 тысяч подписчиков. Я считаю, что это много. И у нас есть сайт «Мой город» – mg.o.ua. Там сейчас зарегистрировано 5 тысяч. Есть люди, которые участвуют уже из акции в акцию, которые уже стали постоянными такими, может быть, сотрудниками, спонсорами ваших идей, идей, которые поступают? Вы имеете в виду наши партнёры или люди, которые... Люди, которые готовы поддерживать материально ваши инициативы? Мы не следим за... Или это анонимные? Нет, это не анонимные. Нет, если вы хотите оплатить что-то анонимное, вы можете это сделать, но мы не отслеживаем всех донатеров. А если говорить о партнёрах, с кем сотрудничаете, кто помогает вам в реализации? У нас очень много партнёров, у нас эта вся информация открыта, есть на нашем сайте, можно зайти посмотреть. И там же, вероятно, есть и отчётность финансовая? Конечно, конечно. У нас после каждого проекта, после закрытия каждого проекта есть отчёт. То есть у нас есть, что об этом проекте говорила пресса, что автор с ним делал, этапы реализации. В общем, всё это можно найти. Куда пошли деньги? Сталкиваетесь, вероятно, с какой-то долей скепсиса, а не доверия со стороны людей? Потому что сегодня действительно очень много различных благотворительных, зачастую в кавычках, организаций, которые собирают средства и прекращают своё существование. Вот наверняка приходится как-то репутацию зарабатывать и действительно доверие зарабатывать. Сейчас уже мы не сталкиваемся с такими заявлениями. Сейчас у одесситов немножечко другой посыл. То есть когда они видят какой-то проект, они начинают его критиковать и говорят, да лучше бы вы сделали что-то другое. Вот мне кажется, что нам нужно уходить от вот этой модели. То есть всегда можно сказать, да что вы делаете, лучше бы вы сделали то, а пойти самому и сделать не каждый захочет. Поэтому мы призываем, если вы знаете, как это сделать, и можете помочь автору, лучше помогите, а не говорите, что вы тут всё неправильно делаете. Ну а вы как горожане, собственно, которые тоже живут в Одессе, сталкиваются с теми же проблемами, что бы хотелось улучшить в городе? Какие проблемы, с которыми часто сталкиваетесь, которые раздражают, возможно, больше всего? Ну, про пробки и парковки, понятно, машины. Дороги. Да, это первое, конечно. Вот Лиза сказала сейчас про сортировку мусора. Ну, я считаю, что это очень крутая идея, потому что этим самым мы сможем помочь миру, природе нашей. Ну, вообще вопросы экологии сегодня действительно очень актуальны, и что приятно, они становятся модными даже у нас. Да, и молодёжь, кстати, здоровый образ жизни сейчас, я вот сама за этим скажу, очень молодёжь активна очень в этом плане. А, кстати, если говорить о возрастной категории, кто активнее принимает участие? Действительно, это молодёжь, люди среднего, старшего поколения? Опять-таки, есть, возможно, статистика какая-то? Насчёт молодёжи, вот, например, продажи, да, в нашем магазине. То есть, конечно, молодёжь у нас, в принципе, без денег. Поэтому это, скорее, люди, которые уже какой-то в ней статус и уже открыт. А какая ценовая политика? Об этом тоже важно сказать. Вот стоимость футболки, сколько человек должен выложить, чтобы поучаствовать в акции? Расскажу, что у нас есть две цены. То есть, цена футболки 800 гривен и 950. То есть, человек заплатит за футболку, которая изготовлена из натурального материала, качественно отшита, прослужит примерно пару лет, это точно. То есть, 50%, насколько я понимаю. То есть, это 400-450 гривен от продажи каждой футболки будет направлено именно на благотворительную цель. Опять-таки, последующее оборудование, которое будет закупаться, уже известно, что это будет. Ну, дай бог, что эта акция состоится благоприятная и будет собрана нужная сумма. Есть уже какие-то последующие шаги? Ну, вот сейчас мы собираем 6 тысяч гривен на отсос крови во время операции, хирургической операции. И следующее, это будет томограф, это 60 тысяч гривен. Ну, это вот в этой акции, которую мы сейчас проводим. То есть, первый этап – это 6 тысяч, и второй этап – это 60 тысяч на томограф. А известно, что конкретно будет за оборудование? Я имею в виду, где оно будет закупаться, что это за фирмы? И как, кто проводит этот оборудование? По поводу фирмы, я не знаю, это все будет… То есть, этим занимается больница? Конечно, больница, но всю информацию о том, что они купят, что это будет, где они это будут закупать, эта вся информация будет представлена людям после акции, все нужно будет узнать, прочитать об этом. Елизавета, к вам также вопрос. Организовывая эту платформу, вы ориентировались на какие-то… Ну, вы команда платформы «Мой город», на какие-то западные, вероятно, образцы? Как это работает в Европе? И, возможно, перенимали уже чей-то имеющийся опыт? Вы имеете в виду формат краудфандинга? Да, да. Ну да, конечно. Формат краудфандинга и, опять-таки, вот идеи, которые непосредственно возможно реализовать таким путем, потому что вы сами сказали, что есть задачи, которые требуют нового решения. Да, конечно, мы ориентировались на зарубежный опыт, но в основном это все стартапы. У нас именно специфика, что это социальные проекты, и у нас в Украине уже есть подобные краудфандинговые платформы, но тоже они в основном все направлены на стартап, то есть благотворительных таких нет. Поэтому мы решили вот стать таким вот уникальным… Объединением. Да, да. Да, это так. Ну, давайте подводить итог. Давайте еще раз напомним, что 8 июля. Расскажите еще раз локацию, где это будет, во сколько? 8 числа, 8 июля в 21.00 в галерее «Пассаж» пройдет перформанс, который представлен для проведения акции, которая собирает средства для первой городской больницы. Ну и каждый адесит может прийти, поучаствовать. До 8-го числа, в принципе, тоже каждый может прийти и заказать себе футболку, либо купить, если есть в наличии нужный размер. Вот, и поучаствовать в этом. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Я думаю, что мы с вами встретимся еще в этой студии, когда уже акция будет реализована, и можно будет похвастаться положительным итогом. Я надеюсь, что у вас все получится. Да, мы тоже надеемся на это очень. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были Елизавета Конакова, менеджер проектов платформы «Мой город» и Ольга Сейфер, дизайнер бренда «Сейфер». Я, Марина Баканурская, обращаюсь с вами до завтра. Впереди вас ждет выпуск новостей, сразу после начнется вечер на Думской. Оставайтесь с нами, будет интересно. Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике.